Прежде чем получить первый компонент вакцины «Спутник В», нужно заполнить согласие и ответить на несколько вопросов письменно. Но главное — приём врача. Именно доктор решает, допустить ли пациента к вакцинации. За два дня работы через прививочный пункт в Проходенском сельском поселении уже прошло 30 местных жителей. Троим прививаться не разрешили. Их осматриваю, слушаю, меряю давление, провожу осмотр полностью. И бывает так, что не допускаю некоторых. Вчера двое пришли с высокой температурой. Температура 37,6 была. Нельзя прививать при температуре. Сегодня у мужчины было давление 220. При таком давлении тоже мы не имеем права допустить его к вакцинации. Накануне в местный пункт вакцинации поступило 50 доз первого компонента. После двух дней работы осталось 20. В ближайшие дни планируется подвоз препарата. Спрос среди местных жителей есть. Я работаю директором Дома культуры. Общаюсь с людьми. Это надо обязательно. Все прививаются. Да и она же лучше самому. Я и это прививаюсь. Хранится «Спутник В» по всем правилам. В холодильнике при температуре минус 37 градусов. Вне морозильной камеры срок годности вакцины всего полчаса. В Проходенском поселении три села и два хутора. А это порядка 1200 человек. Важно, чтобы как можно больше жителей узнали о вакцинации. Привлечь молодежь легче всего. Есть социальные сети. Они смотрят у меня ВКонтакте. Я разместила пост, где написала, что можно прийти сюда на вакцинацию. Они звонят нам. Более старшее поколение. Они приходят на медпункт за обычным осмотром. И мы предлагаем привиться. Но так как они не владеют интернетом, они записываются через меня или через фельдшера. Например, из соседних сел через фельдшера. Тех, кто уже привился, ждут в центре через 21 день на вакцинацию вторым компонентом. Всего же за прививочную кампанию в Проходенском сельском поселении рассчитывают привить порядка тысячи человек. Остальные не соответствуют требованиям вакцинации. Илья Лядвинкаун, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.